приветствую всех на своем канале меня зовут наталья и сегодня вместе с вами собираю большой заказ в посылку и отправляю почты а также поговорим о том как продавать свои работы а точнее как начать продавать оставайтесь со мной и я вам дам несколько советов итак для начала конечно же нужно научиться делать свои работы качественно сделайте какую-то работу дайте поносить своему ребенку если нет у вас девочек наверняка у вас есть подруги у которых есть дочки пусть ваша работа пройдет проверку свои первые работы я делала только для своей дочери она их и в садик одевала и дома постоянно и спала в них конечно бывало что-то отлетало значит клей плохой или нужно пришивать резинку или серединку то есть я анализировал что делала не так значит первое это делаем качественно и красиво еще хочу отметить подбор материала как по цвету так и по фурнитуры должно все подходить друг к другу если вы только начинаете и не знаете как подобрать цвета заходите в рукодельные группы открывайте им кана и тубе не бойтесь повторять со временем у вас появится уже свой вкус так все начинали второй мой совет это дарите свои работы своим знакомым это своего рода реклама чем больше работы ваши будет ходить по городу тем больше будут узнавать о вас и будут уже спрашивать у кого кто заказывал теперь покажу как упаковываю заказ потом еще дам несколько советов я делаю такие бирки в онлайн редакторе аватан можно и фотошопе там картинки будет конечно по качественней но у меня не было времени и распечатала то что было уже в компьютере еще взяла свои самые первые бирки если вам интересно видео как делать такие бирки самим пишите я сниму отдельное видео нарезала бирки одни с ленточками верхние я просто вложу в пакетах я считаю что обязательно нужно делать такие бирки если вы хотите продавать свои работы здесь указана ваша контактная информация где возможно будет найти в соц сетях а также номер телефона на случай если еще захотят сделать заказ и конечно же упаковка согласитесь что в такой упаковке приятно получить свой заказ теперь предлагаю посмотреть что у меня заказали как я упаковываю и продолжу свой рассказ о продажах и так я сказала качестве о вкусе цвете дарение об упаковке мы еще поговорим теперь дальше это фото а главное качественные фото не обязательно приобретать сразу какой-то дорогостоящий фотоаппарат приобретать какие-то фотофоны научитесь сначала фотографировать хорошая фотография яркая привлекает к себе внимание заметьте даже по себе зайдите в какой-нибудь рукодельную группу полистайте альбомы посмотрите какие привлекают работы конечно сейчас вы подумайте что надо хороший фотоаппарат не обязательно сейчас в интернете очень много уроков как делать предметное фото обязательно посмотрите эти уроки а также есть и на ю тубе я свои работы сначала просто фотографировала на окне и при дневном свете еще мой совет никогда не фотографируйте вечером ночью при искусственном освещении это очень портит изделие сейчас у меня уже есть и профессиональный фотоаппарат и софтбокс а раньше только на окне и только при дневном свете качественное фото это главный аспект продаж через соцсети дальше это цены я считаю что не надо ставить их под фото вы же не одна делайте канзаш о своем городе подумайте конкуренции найдутся такие рукодельницы которые поставят цену немного ниже это я говорю по своему опыту находились и такие кто подзывал своих знакомых чтобы узнать стоимость моих бантиков и еще никогда не торгуйтесь есть установленная цена не понижайте даже если сильно просят говорят да сейчас проблема надо кормить деток вы тоже вы тоже делайте и коробки своих детей и еще не можете купить сделайте сами сейчас только мк от простого до сложного ну и что касается упаковки сейчас их такое разнообразие пакеты коробки крафт пакеты различные расцветки конечно приобрести нужно для начала самый дешевый вариант ну а более дорогие уже предлагать заказчику заранее договариваться по сумме так как хорошая упаковка и стоит дорого ну и подарочек конечно за одну пару делать подарки не выгодно но за большой заказ можно положить это как благодарность клиенту собрала свой заказ теперь складываю в коробку где взять коробки для посылок в обычном магазине можно спросить но не забывайте ее выворачивать чтобы снаружи не было надпись еще у меня есть бумага тишью стоит она недорого я ее положу на дно коробки помните про памятку по уходу за канзаши обязательно вкладываю на дно коробочки и теперь сверху аккуратненько раскладываю свои наборы и еще про подарки у меня получился очень большой заказ и подарки я положу не один также упаковала их пакетики и теперь я это все закрываю также бумагой тишью аккуратненько и на память открыточка с новым годом и конечно же спасибо за заказ и сверху снежиночки будет приятно открыть такую коробочку ну вот вместе с вами собрали посылку дала вам несколько советов о продажах были ли они вам полезны пишите в комментариях а также пишите о своем опыте будет интересно почитать мне также начинающим рукодельницам также напишите что еще хотите узнать интересного о канзаши да и не только всем пока пока и до встречи в следующем видео